Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсором на Ютубе. Кнопка и ссылка под видео. Во время очередной массированной атаки по Украине, часть вражеской ракеты снова упала на территорию Молдовы. Власти страны уже назвали это неуважением к молдавскому суверенитету. На приграничную территорию Молдовы, граничащую с Украиной, 14 января упали остатки ракеты во время массированной рост ракетной атаки. Это произошло уже в третий раз. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Молдове. После массированной бомбардировки Украины-России, патруль погранполиции обнаружил сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты, выпущенной во время воздушных атак России по Украине, говорится в сообщении. Инцидент прокомментировала Гаврилица. В своем фейсбуке молдавская премьер выразила возмущение из-за отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга, в Бричанском районе, подчеркнула Гаврилица. Также она отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины. Нет политического, исторического или морального. Оправдание убийством мирных жителей и атакам на инфраструктуру отметила премьер Молдовы. Из-за такого поведения РФ в Молдове решили несколько усилить меры безопасности. В частности, как заявили в Министерстве внутренних дел в связи с Росракетными обстрелами, было увеличено количество полицейских патрулей в погранзоне с Украиной. Кроме того, были приняты меры по защите территории Молдовы и уведомлена служба спасения, отметили в ведомстве. Это уже третий случай, когда на территорию Молдовы падают остатки ракет от бомбардировок Украины, как и в предыдущих случаях. Все необходимые действия предпринимаются в соответствии с процедурой компетентными органами. Очевидно, что такое поведение РФ говорит о том, что намерений останавливаться у диктатора в Кремле нет. От этого, как указывает практика, могут пострадать и соседние страны. Украинский эксперт Мусиенко ранее объяснил, почему Россия запускает ракеты так, что затрагивает соседние государства. Русские войска опробовали маршрут для своих ракет, которые пролегают через территорию Молдовы. Конечно, таким образом они пытаются найти способы, чтобы ракеты пролетели менее заметно для украинского ПВО, потому что мы на территории Молдовы их сбивать не будем. А на территории Молдовы их должна сбивать ПВО этой страны, говорит Мусиенко. У Молдовы есть полное право сбивать такие ракеты, она не оказывает помощи РФ. Я не думаю, что местных жителей устраивает то, что над ними летают ракеты, тем более падают и наносят ущерб стране. Мне кажется, что должна быть более жесткая реакция на такие события, считает эксперт. Однако в настоящее время власти Молдовы не готовы к кардинальным решениям или жестким действиям. Это касательно не только реакций на произошедший вчера инцидент, но и в принципе любых отношений с Арав в военном секторе, которые могут повлечь за собой эскалацию конфликта, особенно что касается вопроса Приднестровья. Ранее Санду неоднократно призывала Россию вывести войска из Приднестровья. Она отмечала, что их присутствие нарушает нейтралитет страны. В то же время Попеску рассказывал, что Молдова намерена использовать только переговоры для того, чтобы достичь вывода Росвойск из Приднестровья. Мы всегда говорили, что нелегальное присутствие Росвойск на территории Молдовы является фактором нестабильности для республики и для региона. Единственный метод, которым мы хотим достичь этой цели, это вывод войск, дипломатия, переговоры, диалог с российской стороной и Приднестровьем, заявил Попеску. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.